МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Главные новости недели и чем живут районы. Сюжеты из разных уголков республики. Впервые в нашей программе обзор районной прессы. Песни на вебском языке в исполнении популярной группы. И многое другое. И в начале главные новости недели. Автомобильную дорогу от трассы Кола к пункту пропуска Лютя планируют передать в федеральную собственность. Об этом шла речь на встрече главы Карелии и министра транспорта России. Она состоялась в Сочи в рамках инвестиционного форума. Главная его тема в этом году – национальные проекты от стратегии к действию. В Петрозаводском госпитале ветеранов войн появилось новое оборудование для реабилитации больных. Современную медицинскую технику стоимостью почти 3 миллиона рублей приобрели с помощью благотворительного фонда «Память поколений». Представитель фонда, известная телеведущая Юлия Барановская специально приехала в Петрозаводск и посетила госпиталь. Фонд «Память поколений» – это единственный такой крупный фонд, который помогает ветеранам любых боевых действий. Поэтому стараемся держать все под контролем. И я уверена, что наше сотрудничество продолжится. Я здесь не последний раз, фонд здесь не последний раз. В Карелии вновь побывал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Он провел серию совещаний по подготовке к столетию республики. В том числе и о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежегорске и аэровокзала в Петрозаводске, защитного павильона над Петроглифами и создании музея Карельского фронта в Беломорске, организации паромной переправы в Панозеро. Необычное новоселье состоялось в поселке Ладва. В квартиру тренажер на базе местного дома-интерната переехали 8 воспитанников. Учиться жить самостоятельно они будут благодаря проекту «Шаг в жизнь». Будем планировать выходы в магазины. То есть как-то они будут сами закупать продукты, сами планировать свой бюджет. То есть, ну и то, что они, допустим, хотят приготовить на сегодняшний день. Сокращение школ в Медвежегорске пока не будет, заявил спикер Карельского парламента Элисан Шандалович на заседании профильного комитета в законодательном собрании. Мы нашли общее решение, и хочу еще раз успокоить и родителей, и педагогов. Процесс объединения трех городских школ не будет сейчас происходить. И если возвращаться к вопросу о изменении каком-то, я не говорю о объединении, то только лишь, когда будет построена новая школа, тогда нужно это обсуждать и с родителями, и с педагогами. Ну и, естественно, с учетом, самое главное, интересов детей. На юге Карелии в очередной раз открылась единственная в мире снежно-ледовая баха «Россия-Северный лес-2019». В нашем регионе престижную гонку с участием звездных пилотов проводят уже в пятый раз. Соревнования пройдут в статусе первого этапа Кубка мира по бахам и первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам. В пятницу Карелия вместе со всей страной отметила памятную дату – 30-летие окончания войны в Афганистане. У памятника «Черный тюльпан» в Петрозаводске собрались воины-афганцы и родители погибших солдат. В этот же день открыли памятную доску одному из героев – Афгана Андрею Цветкову. А в спорткомплексе «Луми» прошел хоккейный матч, посвященный героям-интернационалистам. Вепская культура уже не раз появлялась в музыкальном видео. Кто-то вспомнит «Мы чемпионы» группы «Квин» в исполнении ансамбля «Кантели». Кому-то больше по душе хор из села Шолтозера, а кому-то придет на память исполнение песни Пола Маккартни «Естедэй» и тоже на Вепском. Вот еще одна проба пера – экзотическая музыкальная группа, как сами называют свой проект музыканты ансамбля, со сложным географическим адресом – Хельсинки-Петрозаводск. Юснен Ярвет «Озера лебедя» представила зрителям клип, снятый в Ботаническом саду Петрозаводского университета. Хотя сами участники группы говорят, что получилось все несколько случайно, но оказывается, что случайности были очень даже закономерными и место было выбрано правильно. Смотрим сюжет Владимира Максимкина. Съемки клипа «Валдан Каек» «Свободная чайка по-вепски» фолк-рок-группы Юснен Ярвет проходили быстро и очень аккуратно. Урочище «Чертов стул» является геологическим памятником республиканского значения. О чем песня объяснили музыканты. «Чего ты хочешь? Обгонять встречный ветер, сильный ветер. Чего ты хочешь? Бежать быстрее, чем лошадь, чем скакуна, быстрее скакуна?» «Ну да, то есть внутренняя свобода каждого человека. К чему ты стремишься?» Все очень аллегорично на самом деле. Также деликатно, по мнению музыкантов, следует обращаться и с аутентичным материалом. Кроме драм-машины, бас-гитары, в клипе звучат традиционные музыкальные инструменты – ворганы бубен. Современного слушателя, считает Питер Кун, можно научить наслаждаться не только качественной музыкой, но и родным языком. Интерес к культуре северных народов не угасает. Она воспринимается как экзотика, артефакт. «То есть, конечно, трендовые направления, там хип-хоп, там миллион скачиваний на каком-нибудь стриме, но это же уйдет все. А вот такая музыка, она у нее стабильна, такой чуть ниже среднего, или средний, но к ней есть интерес». Сейчас в Ботаническом саду Петрозаводского университета много снега и мало посетителей. Но даже зимой чертов стул завораживает. В этом удивительном месте летом прошлого года и проходили съемки клипа «Валденкаек». Локация, как оказалось, была выбрана не случайно. Выступающий скальный массив – остатки древнего вулкана, из вооружения которого видели племена, селившиеся в окрестностях Онега тысячи лет назад. «Мы здесь находим какие-то древние камни, точнее геологи наши находят, с отпечатками морского дна. Мы видим старость, старый мир, который существовал еще до людей и даже до растений. И, разумеется, в этом месте, еще который называется «Чертов стол», возникают удивительные и совершенные ассоциации с развитием всех народов Карелии, как здесь заселялся мир, какие народы здесь жили, какая музыка, какие танцы. Это удивительно хорошо. Будущим летом, когда снега сойдут с вершины горы Большая Вара, администрация Ботанического сада планирует организовать этномузыкальный фестиваль в поддержку исчезающих языков Карелии. Владимир Максимкин, Александр Борисов, Владимир Волотовский, САМПТВ 360. А теперь слово о районном республике. Там тоже происходит немало интересного. Местные телеканалы из разных городов присылали нам свои видео. Грохот тонкого грохочения, да еще и высокочастотный. Что это, лучше знают специалисты. В управлении производства концентрата и окатышей Костомурского ГОКа монтируют новый вибрационный конвейер, который разделяет концентрат по его величине. Частички поменьше проходят сквозь ячейки вместе с водой и отправляются на сгущение и фильтрацию. Крупные уходят на дальнейшую переработку. Весь парк грохотов работает без претензий уже много лет, но у него есть один минус – высокая стоимость. Фирма, на которой он сделан, иностранная, и потому с грохотом бьет по российскому карману. Дорогой грохот решили сменить на другой, чтобы грохотал подешевле. Как рассказал начальник участка Михаил Дудкин, новый аппарат российского производства позже приедет второй из Китая, но грохот должен быть не хуже, чем в Европе. В Сигеже прошло выездное совещание, посвященное работе районного ЖКХ. Его провел в среду председатель Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев. В прошлом году к нему поступило 526 обращений из Сигежского района, 372 – от жителей города Сигежа. По ним выявлены 99 нарушений, выдано 26 предписаний. Выросло число и тех, кто обращался в управляющие компании, но так и не получил помощи. Подросло и число штрафов. Основные проблемы, с которыми обращаются в Комитет Сигеже, состояние кровель, фасадов и фундаментов канализации, дренажных колодцев, подтопления подвалов. Есть вопросы по качеству услуг, по отоплению и водоснабжению, вывозу отходов. Александр Темнышев отметил, что главная задача не штрафы, а отсутствие нарушений прав граждан. На севере Карелии продолжается строительство Белопорожских малых гидроэлектростанций. Масштабный проект планируют завершить в конце 2019 года. Строительство началось три года назад в Кемском районе. Строители постоянно сталкиваются с трудностями, из-за которых приходится вносить коррективы в график. Запланированное на январь перекрытие русла реки Кем пришлось перенести на май. Основные работы пройдут летом. Сейчас из примерно 300 метров такова ширина русла реки до полного перекрытия остается 70. Самые большие сложности ожидаются на последнем этапе смыкания, когда мощный поток воды будет проходить через небольшой проран, рассказал исполнительный директор АО «Специализированный застройщик КСМ» Борис Жадановский. Встреча друзей, завораживающие звуки кантели, карельские танцы и мастер-классы – все это фестиваль национальной культуры финно-угорских народов в Кантеле-Тар, который традиционно поддерживает корейский окатыш. В 19-й раз Костомукша приняла гостей из деревень и поселков России и Финляндии. С каждым годом количество участников и зрителей только растет, отчего и программа мероприятий становится разнообразнее и проходит практически при полном аншлаге. В этот раз праздник посвятили 170-летию великому эпосу Калевала. Это возможность приехать из разных деревень, певицам, коллективам, показать себя. А то они будут в своих деревеньках, их не видно будет. Потом язык нужно, чтобы люди слышали. Обязательно. Чем больше будет приезжать, тем будет лучше, конечно. Открыла фестиваль музыкальная сказка «Корона тролля», которую показали артисты Национального театра Карелии. Это увлекательная история о приключениях маленьких хольфов, их борьбе с оркингами и встрече с загадочным троллем. Спортивной частью фестиваля стали соревнования по карельской национальной игре «Кюкке». Костомукшским командам было вдвойне приятно принимать у себя гостей, так как теперь у них есть специальное поле для игр. Мэрия выделила участок земли в этом году, летом. Комбинат выделил технику и материал, отсеев, то, что нужно было. И с помощью комбината мы площадку построили. Всего состязались 8 команд в двух возрастных категориях – основной и школьной. Заявились как новички, так и опытные спортсмены, в их числе и чемпионы мира из поселка Калевала. После упорной борьбы спортсмены «Кюкке» Мукша» Карельского Акатыша стали победителями. Среди школьных команд лучшими стали ребята из поселка Боровой. О чем пишут районные газеты? Кто знает об этом лучше, чем редактор? Тот, кто готовит выпуск в печати, ставит свою подпись. Мы связались с директором информационного центра новости Калевала Сергеем Кондратьевым. Итак, о чем пишет на этой неделе «Калевальская пресса»? В свежем номере районной газеты рассказывается о визите в Калевальский район Актура Афинчикова. Спросил редакцию. Мы у нас где-то полчаса примерно. Он у меня спросил, какие вопросы задают читатели. Как у нас построено заморожение с учредителями, с администрацией. То есть, как налажено связь с читателями. Это я все ему рассказал. И рассказал о вопросах, которые чаще всего задают в Калевной газете. Это о тарифах, о ЖКХ, о ремонте дорог. Особенно много вопросов по автобусному сообщению, которые у нас в Кенге нет сейчас. Мы можем задать газету рубрику. Вопросов-ответов, которые он сам хотел принять участие. Также в этой газете мы рассказываем, что в конкурсе на произведение Дня республики в 21-м году победил Калевальский район. В следующем номере мы рассказываем о мероприятиях, посвященных в 3-м окончании войны в Афганистане. У нас сегодня они начались с понесили о возникшем-то исполнении национального долга в Петропавловском храме. Принимали участие члены боевого братства, которые у нас есть, афганцы, пограничники, школьники и просто жители. На городской среде подсказываем в следующем номере о подготовке фестиваля, международного фестиваля Сомова, который начнется в Кенгенде, а потом перекочует в Калевал. А о чем пишут остальные газеты районов республики, давайте прочтем вместе. На Сегерском ЦБК готовятся к празднованию 80-летнего юбилея комбината. Рабочая группа назвала праздничные мероприятия последней недели июля. Это будут встречи ветеранов, праздники для молодежи и всех горожан, конкурс «Краса Сегежи» с обязательным атрибутом, костюмами из бумаги. Обсуждают и имена гостей, и хедлайнеров большого концерта. Возможно, это будут Сергей Беликов, группы «Браво» и «Айова», спортсмены Алексей Немов и Екатерина Радонова. Гамова, иллюзионисты, братья Сафронова и другие известные медиаперсонажи. В этом году в городе Кемь пройдет модернизация систем уличного освещения. Новая система появится в популярных городских местах на пешеходных переходах, крупных улицах и во дворах, а также на Гайжевском мосту. Вместо старых светильников будет установлено более тысячи энергосберегающих светодиодных лам. В Ланецком национальном музее открылась выставка, посвященная эпосу Калевала. Первыми с ее экспонатами познакомились учащиеся художественного отделения Центра дополнительного образования. В Карелии 2019 год объявлен годом Калевалы. 28 февраля исполнится 170 лет с даты выхода второго дополненного издания карелло-финского эпоса. В пожарную часть номер 57 поселка Лоухи поступил переносной аварийно-спасательный инструмент с гидроприводом, приобретенный за счет бюджета республики. Он поможет в разборке завалов на пожарах или при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Выставка из Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки открылась в городском музее, пишет газета «Новости Костомукши». Всего привезли более 100 работ – скульптуры, керамику, миниатюру и живопись. До этого выставка побывала во многих крупных российских городах, а теперь с ней могут познакомиться и костомукшане. Жители Беломорска обсуждают на страницах газеты и в городских соцсетях вырубку тополей на заводской стороне города. Проблема в том, что убирая деревья, досаждающие в летнее время обильным пухом, городские службы оставляют обрубки или уродливые пни. Одни читатели жалуются, другие предлагают сделать из пней сказочные домики. А о чем еще говорят жители районов? Раз уж мы поинтересовались, что происходит в редакции, то спросили и у самих жителей Колевалы, что они думают о жизни, как сделать ее лучше, о чем мечтают и какие планы строят. Вы же знаете, где родился, там и пригодился. Я музыкант, вот еду сейчас в репетиции. Ага, и что? Ну, не знаю. Я как музыкант играю на кантеле, на нашем корейском инструменте, поэтому я вношу свой вклад в дело культуры. Нравится ваше кантеле? Надеюсь. А при нечем? Ну, никто не жалуется. Туристов много? Бывает. Приезжают. Праздники проводят? Праздники, да? Ну, мы проводим для них. Ну, и какие праздники? Вот я ни разу не была вообще первый раз. Летний праздник, праздник Укс-Карелл называется. Какой-то второй годной июня, по-моему. Приезжайте. Мне нравится, например, природа. Мне нравится, что я могу здесь работать, вот на своем участке выращивать все, что мне надо. Ну, больше, конечно, цветы сейчас больше люблю. И, ну, там картошка обычно, да, овощи какие-нибудь. Я, например, люблю тоже, чтобы был порядок. Вот мы с женщинами там иногда отдыхаем, выезжаем на природу, например, или там с детьми. Вот. Когда приезжаем, если там в лесу, например, валяется что-то, или мы всегда, конечно, уберем. Ну, хочется, чтобы было красиво, но не все же люди вот так тоже. Некоторые, как бы, ну, не любят, наверное, чистоту, или, я не знаю, разбрасывают. Вот по поселку тоже самое. Идешь вот лишний раз, валяется что-то, надо подобрать. Это зависит от человека. Если нравится свой край, если как-то хочешь здесь жить, и чтобы было красиво, так надо самому так относиться, наверное. Мне так кажется. Вот такие итоги недели. На этом все на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Сампо ТВ 360.